приветствую вас дорогие зрители моего канала мы продолжаем играть в fs15 находимся на карте янова долина и сейчас мы едем на поле номер 4 чтобы разгрузить наш комбайн в прошлой серии мы остановились на том что запустили комбайн работать на четвертом поле уборка сои как вам известно нас ожидает большой спрос на свою и производство требует товар поэтому нам надо как можно быстрее собрать урожай не потеряв его и не успеть на большой спрос вот поэтому я сейчас спешу изо всех сил на это поле и как можно быстрее разгрузить комбайн чтобы дать им возможность дальше работать и временем будем также потихонечку закупать дальше поля дальше у нас по плану идет 5 поле посмотрим что у нас там так у меня деньги смотрите как уходят вроде бы остановились понятно где-то там кто-то что-то работает на какой-то техники а погодите то на смотрите часть комбайн забирает и часть еще где-то кто-то работает да а у нас смотрите удобрения я же забыл нас запустили нашего работника который удобряет нам это поле так вот значит проехал он где-то ряд четверть ряда и вот уже переполнился что же давайте мы его разгрузим так отлично разгрузили давайте пока немножко уйдем в стороночку и дадим ему возможность немножко поработать так стоп 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 так давайте посмотрим что у нас дальше так здесь у нас без изменения кстати давайте потихонечку будем перевозить уже на на склад но для начала посмотрим что у нас здесь творится так вот смотрите как раз сюда нужен силос отлично сейчас моего суда и закинем целый прицеп здесь у нас помещается 40 почти 47 тонн вот а там у нас 50 50 он вмещается как раз вот весь прицеп туда и зайдет давайте мы его заполним быстренько ты потихонечку будем наверное освобождать эту яму вот излишки мы складируем на склад вот и частично будем уже отвозить животное либо в корма смесь она смесь и так далее может быть хотя нет продавать мы не будем потому как нет смысла сильно дешевые носилась вот я вижу другое более выгодное применение для него так ну ка я еще и не выйду отсюда оказывается так так ой так одну секунду у меня телефон звонит и так я вернулся давайте продолжать так звонок там вроде бы как сорвался кто-то звонил звонил и положил трубку но ничего страшного перезвонит если понадобится вот проблема в принципе смотрите здесь у нас бункера уже полные надо будет освободить как раз мы сейчас это и сделаем смотрите мы разгружаем силос и сразу же подъезжаем к установке будем грузить моносмесь так ну ка отлично пошла пошла моносмесь в принципе у нас ее куча очень много ну я думаю для этого надо закупить еще животных кстати насчет животных давайте посмотрим чего у нас еще нету это гуси корова и гнята есть или а то есть свиньи есть овцы есть вот надо бройлеров и кроликов так ну давайте покупать значит смотрите купил я вот стандартных овец 300 штук курица 300 штук гусь тоже 300 дальше поехали коровы 300 так это у нас были дальше бройлеры и взял 300 и кроликов все и остались у нас только коровы как только я подкоплю денег я обязательно еще докуплю коров и у нас будет всех животных по 300 единиц то есть это у нас как бы такой лимит да вот то есть норма да скажем по окончанию карты я сказал 300 голов все всех видов животных вот ну и давайте мы сейчас тогда промчимся по каждому ангару так здесь у нас ягнята посмотрим что у них так здесь у них хватает отлично потихонечку засыпем всем и на этом уже наверное с кормушкой закончим ооо наши коровки смотрите вот здесь им наверное потребуется много все таки это коровы хотя нет смотрите тоже 16 20 тонн они едят так же как и все животные так здесь у нас свиньи так здесь тоже немножко понадобилось так поехали дальше дальше у нас телята по ходу дела да так да это они здесь у них тоже вроде бы есть корм дальше у нас по идее должны быть кто а овцы овцы да здесь у них тоже все есть ну и последнее это у нас курицы да так а им куда здесь нужно я не знаю куда им нужно грузить а погодите нет им нужно вот туда там здесь у нас вода это не то вот надо вот сюда заезжать я так понимаю да ну-ка открывайте на ворота отлично вот сюда мы будем грузить эту моносмесь как не требуется что вы мне такое говорите давайте посмотрим гуси теленок овца кролик бройлер а где эти бройлер это находится если взять тот же гуси и бройлер им всем нужна моносмесь может быть ее не сюда нужно выгружать елки-палки так давайте тогда попробуем в другом месте так ну где то вот здесь разве что ли и то она вряд ли вряд ли вряд ли не да здесь вряд ли но здесь тем более да здесь эта штука не работает честно говоря пока не знаю куда сгружать вот но давайте пока что на склад раз у всех все есть так сыпется вроде бы да сыпется отлично надо будет я наверно уже за кадром здесь все довезу то что необходимо вот а сейчас мы продолжим кстати я забыл про комбайн елки-палки тоже вот здесь я так стану он разгрузится в принципе сам да по идее да он разгружается сам так ну а мы продолжаем где вот здесь то отвезем это тогда на склад сейчас так на столе у нас в принципе полно этой моносмеси делать уже ее не надо вот заморачиваться как бы с ней нет уже смысла потому как животных мы накупили и кормушку им подсыпали полностью вот и уже остается другим делом заниматься так дальше что у нас здесь здесь у нас переполнилась компостом да так проблема так а здесь у нас смотрите какой это у нас вареный картофель и здесь я вижу еще у нас немножко набралось вареного давайте мы его тоже зацепим так отлично пошла прошла загрузка смотрите как эффективно идет здорово круто вот эта система сушить работает так кстати нам картофель нужен вот сюда давайте мы попробуем его разгрузить что у нас из этого получится так вот куда разгружать куда разгружать я не знаю здесь никакого приемного пункта нету разве что вот только вот с той стороны а как подъезжать без понятия так ну-ка ну-ка сейчас мы попробуем что-то придумать здесь нет нет не так и не так и как же тогда его грузить сюда может быть с этой стороны как-то подъехать ну-ка посмотрим задней части а отлично смотрите задней части нужно пошла пошла выгрузкам 6 тонн ну что ж неплохо по чуть-чуть по чуть-чуть мы будем потихонечку производить так здесь у нас вот этот отдел это у нас наверное вареный да давайте посмотрим да здесь у нас вареный рядом мытый вареный а это я уже не знаю что это так же нам нужно свекла смотрите здесь у нас свекла имеется так а этот трактор нам нужно отправить на лесопилку там нуждается в разгрузке щипы вот поэтому мы сейчас срочно едем туда и уже увидимся увидимся там на месте я тут включил буквально неожиданно я не успел разгрузить как он уже опять смотрите полный это как так вообще ну единственный ответ это у нас то что мы удобрили поле вот что это нам дало сразу такой мгновенный мгновенное количество урожая огромное просто вот ну что ж неплохо неплохо зато больше сдадим на фабрику вот и нам больше заплатят а также на этой карте нету заданий вот что еще интересно я хотел посмотреть какие задания есть но я не нашел вот это же конечно же тоже минус ну а интересно какие задания будут в ф-17 тоже любопытно потому как наверняка они что-то изменили так где-то на что трактор который я уже почти приехал и просто буквально решил переключиться посмотреть что у нас там на комбайне и как бы не зря не зря посмотрел вот мы уже будем знать что почаще нужно туда наведываться так ну а мы тем временем уже подъезжаем почти к лесопилке кстати у нас там еще деревья заваленные мы тоже никак к ним не вернемся ой потому как куча дел уже все к концу подходит мы так пиво и не сделали там надо будет тоже много всего понапривозить чтобы станция заработала вот мы никак не можем с одним закончить как у нас уже появляется другая забота так кстати вот сюда нам надо будет свозить сою вот здесь у нас рыбхоз приемная станция так мы уже почти на месте так немножко надо поднять погодите стоп вот так ой вот смотрите пошла жара как быстро убирается это все здорово 10 тонн ну и это мы сразу же все все сгружаем сюда еще у нас конечно нет у нас все не поместится но частично что-то вот две с половиной тонн и мы сгрузили так что ж пока наверное тогда останемся здесь вот дальше что еще хотел это так этот нам уже прицеп здесь не нужен будет а он с щипой елки-палки так давайте сделаем вот что ну пока что хотя нет можно сделать мы можем купить вот такую штуку и установить ее вот здесь тем самым мы сможем выгружать щипов излишки вот сюда так ну-ка посмотрим да смотрите работает и у нас прицеп пустой отлично так нам нужен трактор на садовый центр там надо уже наверно вот этот и вода закончилась и компост закончился надо посмотреть так а здесь не забываем сюда наверно заглядывать так и немножко байн а вроде он как бы разворачивается да нет он стоит уже на месте уже на месте успел заполнить свой бункер то есть вы видите да с какой скоростью это все происходит вот ой-яй-яй-яй-яй аккуратно а что такое надо будет его поправить сейчас немного а так еще имеется немножко сейчас немного подождем и уже все отлично можно оставлять его дальше так вот кстати смотрите вот этот трактор нам понадобится так ну а это трактор нам будет нужен для того чтобы вот весь этот товар отвезти на продажу вот увидите смотрите сколько здесь уже набралось и здесь конечно же нету ни воды не компоста так ну-ка они смотрите еще что-то имеется отлично еще что то есть то есть за запас имеется так давайте грузить всю продукцию так тот мы оставляем потому как тот неполный вот и вот здесь еще немножко забираем все везем это все на продажу и здесь мы тоже немножко под заработать здесь у нас получается сколько раз два три четыре восемь поддонов смотри где-то 20 тысяч мы получим это около 20 не думаю что больше потому как слишком дешевые поддоны тем более мы их оптом все сдаем они уже разводят по магазинам ну и так далее да как я и сказал даже даже где-то 18 тысяч получилось всего лишь навсего что поделать так такие цены у нас итак везу я первый прицеп наш свежего урожая вот везем мы на рыбхоз значит посмотрим сколько нам за него дадут и постараясь где-то до четырех часов привести еще один прицеп потому как после четырех цена упадет сразу вниз вот так ну а здесь нам надо будет как-то заехать задним ходом потому как здесь нет сквозного проезда вот до конца мы не будем вот у нам нас дать достаточно вот так заехать отлично нам платят принципе смотрите за эту культуру неплохо так отлично отлично все теперь едем обратно так нам бы еще туда пару прицепов привести и было бы конечно здорово как же нам сделать это только наверное еще взять пару тракторов так она с этой стороны проедем до служит и мы проедем с этой стороны напрямую сразу будем ехать так деньги у нас немножко прибавились сейчас мы отправимся так покупка поле номер пять следующая наша задача здесь у нас поля потихонечку созревают но они уже не будут нам нужны потому как уже другой представитель будет здесь то есть следующий кандидат такого скажем типа мэра да он будет здесь командовать сам убирать ну а мы будем переходить как вам известно на 17 версию и так направляемся мы теперь уже на пятое поле посмотрим его цену так так она должна быть не такой дорогой и у нас там возможно хватит денег так где-то у нас значок вот он так смотрим 400000 отлично покупаем так еще одно поле у нас официально наша так что у нас 300000 это в принципе нам хватит еще денег купить седьмое поле по идее давайте посмотрим цены если нет то купим 8 буквально здесь недалеко ехать я пока ехал до пятого поля я два раза свалился в эту реку и мне пришлось вытаскивать точнее перемещать технику на базу то есть там то есть какой-то мостик такой просто непроходимый до невозможности это наверно для людей вот и туда очень легко упасть честно говоря даже застрять вот я уже не говорю о том как его проехать так где-то у нас погодите а вот седьмое поле это у нас пшеница на пшеница так сколько 365 отлично смотрите впритык прямо обалдеть и у нас осталось 8 9 10 и 6 но вы знаете довольно таки немало здесь еще есть где поработать так тогда мы с этого поля выходим и на этом уже принципе заканчиваем вот и уже следующих сериях мы продолжим зарабатывать деньги продолжим закупать поля и может быть еще какой-то заводик запустим и на этом уже будем заканчивать ну а всем спасибо за просмотр всем пока